Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 13 февраля, вторник. И сегодня я выставил нашу петицию на американский сервер, на сайт, откуда она будет иметь прямой доступ к правительству Соединённых Штатов и Конгрессу США. В предыдущие два дня мы с вами, у меня на канале, отрабатывали логистику и алгоритмы работы по этой петиции, выявляли проблемы с распространением информации, с подписью и так далее. Ну и самое главное для меня было убедиться, сможем ли мы набрать достаточное количество голосов в поддержку этого документа, для того, чтобы привлечь внимание президента США и Конгресса. Дело в том, что мы же на этом сайте не одни, там много нас и наших компаньонов, что ли, соперников или других петиционтов. Поэтому всё зависит от нас. Мы должны набрать существенное количество голосов, под которыми я имею в виду не менее миллиона, и тогда мы попадаем с этой петиции туда, куда надо. Безусловно, кроме этих голосов я предприму ещё другие действия среди знакомых, тут контактов, которые помогут донести эту петицию до нужных людей в Конгрессе в правительстве Соединённых Штатов Америки. Но голоса, поданные в поддержку этой петиции, они решающие. Поэтому эту петицию нужно подписать заново. Заново я имею в виду то, что мы подписывали последние два дня у меня на канале, мы отрабатывали, мы были в полуфинале, это была тренировка. Теперь мы в финале. Надо подписать заново всем тем, которые подписывали до этого на сайте. Как это делается? Я всё это объясню. Вы увидите в правом нижнем углу этого видео, и в последующих видео вы увидите QR-код. Используйте этот QR-код, и вы напрямую выходите к этой петиции. Там, с правой стороны, нужно заполнить всего три окошка. Первое – имя, второе – фамилию, третий – электронный адрес. Затем внизу жмёте красную кнопку – всё. По идее, никто не будет спрашивать вас никаких паспортов, никаких документов, поэтому имена, я так полагаю, если вопрос щекотливый, скажем, человек из России голосует, можно, наверное, использовать Иванов Петрович Сидоров и так далее. Самое главное, чтобы это были реальные почтовые адреса, которые, опять-таки, не обязательно ваш самый сокровенный, который вы последнее всё время используете. Если вы считаете, что вы находитесь в щекотливой ситуации, которая не позволяет вам делиться своим имейлом, создайте в Gmail или где-нибудь ещё имейл специально для этой петиции. И, вообще-то, я ни разу не слышал, чтобы кто-либо из подписантов какой-либо петиции когда-либо имел здесь проблемы. Петиция. Главное, что мы решаем, я напомню, вопрос первый. Мы должны решить самый главный наболевший вопрос с финансами для Украины. Финансы, первое, для ВСУ, чтобы выбить врага с оккупированной территории. Второе, это то, чтобы деньги были выплачены пострадавшим от оккупации, от войны гражданам Украины, которые потеряли свои дома, квартиры, другое имущество. И третье, мы должны сделать так, чтобы все эти деньги не ушли в офшоры, чтобы это происходило под строгим международным контролем, прозрачно, и шли не чиновникам на их рассмотрение, чтобы они потом там решали вопросы, что с ними делать, а чтобы шли напрямую, напрямую потребителям. Поэтому, еще раз, значит, QR-код, это вот вы немедленно можете это использовать. Затем, как мы с вами отрабатывали предыдущие два дня, вы найдете ссылку на эту петицию в описании, вот сразу под названием этого видео, там будет ссылка, нажимайте на эту ссылку, выходит он на сайт, и заполняйте третьих окошко, и нажимаете красную кнопку. Такую же ссылку я дам в первом прикрепленном комментарии к этому видео. Ну и затем, добрые люди, которые подключились, помогают нам из других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, они считают, что нужно голосовать, принимать участие в этом вопросе не только украинцам, проживающим в Украине, или за пределами, беженцам, или членам диаспоры Украины в других странах, но, в принципе, она так составлена, что голосовать здесь, вернее, ну да, голосовать за нее могут любые друзья-сторонники Украины. Она так и начинается с этого. Мы, друзья-сторонники Украины и так далее. На моем канале есть зрители из минимум 40 стран мира, и все они могут принимать в этом участие. И вот одна из зрительниц сегодня мне написала, она сделала перевод на белорусский язык, перевод на, если я не ошибаюсь, грузинский язык, и так далее. То есть, если вы считаете целесообразным в государствах Балтии, и в других восточноевропейских странах, считаете целесообразным перевести на местные языки, пожалуйста, сделайте это. И эти тексты я размещу в комьюнити, чтобы каждый желающий мог, прежде чем подписывать петицию, она теперь там на сайте висит только на английском языке, ну, то есть, тогда можно будет выйти в комьюнити у меня на канале и почитать эту петицию на переводе на те языки, которые, значит, вас, дорогие друзья, интересуют. Что же еще можно сказать по этому поводу? Время у нас, в принципе, есть, то есть, это не вопрос одной-двух дней, но нельзя откладывать дело в долгий ящик. То есть, как показала наша тренировка по логистике, но если не считать некоторые шероховатости и накладки в первый день, когда зрители начали ставить лайки под моим видео, а не под петицией, то есть, если собрать то, что они поставили под видео, считая, что это петиция, а потом на следующий день поставили уже под петицией, то, в принципе, за двое суток на сайте, здесь на канале проголосовало поддержку петиции 150 и потом еще где-то, в общем, около 270 тысяч человек за двое суток, это очень хороший результат, но, повторяю, нам нужно минимум миллион, а желательно и больше. Поэтому я призываю друзей Украины, особенно из стран Европы, потому что, и особенно из стран Восточной Европы, которые лучше других понимают, насколько важно дать отпор врагу, насколько важно остановить и отбросить Путина с его орками для безопасности в Европе и, наверное, во всем мире. Вот сейчас я хочу быстренько зачитать текст для шортс, для того, чтобы запустить, и это стало, значит, как можно быстрее, достигло как можно более широкой аудитории. Ну, а дальше продолжу повествование по поводу сегодняшней, значит, ситуации, которая у нас складывается в обычном, нормальном, спокойном темпе. Итак, сейчас я сделаю буквально на одну минуту запись для шортс. Наша петиция выставлена на американский сервер, где она имеет прямой доступ к правительству США и Конгрессу. Теперь все зависит от вас, дорогие зрители. До этого мы отрабатывали алгоритм работы по этой петиции. Теперь настало время подписать ее всем, даже тем, которые подписали ее, проголосовали за нее последние два дня здесь на канале. Эта петиция о незамедлительном принятии закона об аресте конфискованных 300 миллиардов денег российского Центробанка и передачи их для нужд в ВСУ и пострадавшим жителям Украины. Она также призывает проконтролировать, чтобы эти деньги не были разворованы и дошли до ВСУ и пострадавших граждан Украины. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, подписать петицию президенту Байдену, Конгрессу. Для этого переходите по ссылке в первом комментарии к этому видео и поставьте лайк под... Или не лайк, а заполните все, что нужно, нажмите на красную кнопку. Более подробное объяснение, что и как заполнять, вы можете найти в самом начале видео 676, то есть вот этого видео. Ну, а теперь, теперь обстановку, опишу я вам обстановку, в ходе которой мы начинаем работу по существу, по этой петиции. Вчера ночью, вернее, это уже была сегодняшняя ночь, на день раньше, чем предполагалось, Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект о выделении всего 95 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов для Украины. Битва была, я вам скажу, нешуточная, потому что Конгресс, республиканская фракция Конгресса оказалась расколотой на две части. Это люди, которые сохранили интеллект, собственное достоинство, они остались верны тем принципам, на которых была основана республиканская партия, сейчас в последнее время называли его партией Рейгана, и теми, которые, это новая плеяда, так сказать, карьеристов, для которых главное сохранить свои тёплые места, люди совершенно беспринципные, как правило, плохо образованные, и которые фактически настолько низко себя ценят, что фактически не стесняются того, что превращаются в постилок Путина. И вот эти последние устроили проволочки в принятии этого законопроекта. Как они это делали? Каждый из них брал слово и о чём-то что-то говорил в течение часа. Таким образом, значит, они проговорили 30 часов, господа, 30. Это день, ветер и ещё ночь захватили, пока хватило духу и сил. Ну, затем, в результате их титанических усилий, количество сторонников петиции, то есть нормальных людей, увеличилось на два человека. Итого, от республиканцев к демократам в пользу этой резолюции всего примкнуло 20 человек, а вот два из них, это буквально в последние часы работы. Были незаурядные выступления, в частности, сенатор от штата Юта, Мит Ромни, который, к сожалению, проиграл Обаме в ходе президентских выборов. А ведь он тогда интеллектуалу, который выступал как интеллектуал по сравнению с тёмной личностью из штата Юта, так вот, он на вопрос, что самая большая проблема Соединённых Штатов, внешнеполитическая, он сказал, Россия, на что Обам усмехнулся и, ну, в общем, подверг смеянию это наивное заявление. Как жаль, ведь если бы выиграл Мит Ромни, то всё могло бы повернуться иначе. И вот он, выступая этой ночью, сказал, что когда некоторые выступления или позиции, которые здесь заявляют некоторые представители республиканской партии, он имел в виду трампистов, вызывают восторг у Путина, то, видимо, надо менять эти позиции. Опять-таки, вот это он говорил по поводу трампистской части республиканской партии. Теперь вещи называются своими именами последние две недели. Это фракция республиканской партии и в Сенате, в Палате представителей. Это фракция Путина, которые управляют с нею через Трампа. Итак, теперь этот законопроект поступает в Палату представителей. Ну, тут звена сегодняшнего дня двухнедельные, по-моему, у них каникулы, но спикер Джонсон уже заявил о том, что он не будет ставить на голосование этот вопрос. Байден сегодня призвал, очередной раз призвал Палату представителей спикера самым серьезным образом обнестись к этому законопроекту, потому что судьбы мира, правильно он говорит, правильно он говорит, но он говорит уже столько, так долго об этом и просто говорит, и говорит, и таким слабым уже голосом, что особого вдохновения эти призывы, по-моему, уже не вызывают. Но, слава Богу, что есть профессионалы в Сенате, да и в Палате представителей, у которых есть план, что делать. Ну, совершенно очевидно, что спикер не будет ставить этот вопрос на голосование, потому что спикер, ну, это самая главная подстилка Трампа в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Человек, который выдавал себя за глубоко верующего, на самом деле, совершенно циничное, лживое создание, для которого, и это третий, третий в иерархии человек в стране сейчас, к сожалению, как низко, как низко падает страна в лице вот таких, с позволения сказать, лидеров. Есть варианты, единственный вариант, если он не ставит вопрос на голосование, он этого не сделает, это так называемая discharge резолюция, которая позволяет игнорировать спикера и напрямую ставить вопрос на голосование. Для того, чтобы иметь возможность принять эту резолюцию, демократам нужно минимум, то есть, вообще, в целом, любой партии, для того, чтобы принять решение об этой резолюции, нужно набрать 218 голосов. у демократов всего фракция 213. То есть, по большому счету, если никто от них не отколется, а по идее, могут отколоться, потому что там же есть такие еще демократы, которые, типа сенатора Сандерса, который выступает против помощи Израилю на гуманитарной, так сказать, основе, потому что там палестинцы гибнут, и так далее. Вот, поэтому, пока еще о количестве таких возможных отщепенцев среди демократов ничего неизвестно, но надо иметь их в виду. Короче говоря, необходимо нужное число республиканцев привлечь на сторону демократов для того, чтобы набрать нужное количество голосов и сделать эту дисчардж резолюцию. сегодня Байден, когда он выступал, он говорил, что по имеющимся прикидкам, подсчетам, если резолюция будет поставлена на голосование, то ее примут. Ну, хочу верить, хочу верить, хотя тенденция в Палате представителей такова, что до последних, до последних двух дней количество перебежчиков, дезертиров в стан Трампа постоянно увеличилась. Ну, надо сказать, что вот недавнее выступление, последнее Трампа, самое скандальное, мы еще о нем поговорим, немножко остудило, так, приостановило эту тенденцию, потому что он совершенно человек сошел с катушек. Вот, но, но тем не менее. Короче говоря, вопрос стоит очень остро, я имею ввиду вот этим пакетом помощи Украине. Уже здесь были все самые высокопоставленные представители законодательных собраний, парламентов, европейских стран, но вот эти самые главные отщепенцы, главное препятствие на пути этого законопроекта, это трамписты. Трамп, Трамп, ну, масса посыпалась, то есть борьба против Трампа перешла, ну, я скажу так, она перешла в состояние, когда уже не выбирают слов, и драка пошла, бьют уже на отмашь. Я тут сегодня прослушал выступление бывшего директора по коммуникациям Трампа, Скрамуччи, Скрамуччи, где он рассказывал о своем опыте, общении, вообще, кто такой Трамп, какой у него менталитет, и что от него можно ожидать. Ну, он меня ничем не удивил, но, может быть, удивит вас, дорогие друзья, своим высказанием. То есть, человек, ну, это взрослый, бестолковый ребенок. Я бы сказал бы так, это вот Вова Путин где-то там в середине 80-х годов. Может, поэтому у них и есть какое-то духовное родство, то есть, это американский гопник, который завидует другому гопнику, который сидит в Кремле, потому что у того гораздо больше денег. Наворованных, но больше. Человек невежественный совершенно. Вот по поводу НАТО там разговор шел, вы помните это заявление его на недавнее Трампа о том, что кто не платит денег, тот не будет пользоваться защитой, и вообще он даже скажет Путину напади, делай все, что хочешь, чертям собачьим с тем, кто не платит, не платит 2% в казну или в общий котел обороны. Так вот, значит, Скоромучий говорит, что он понятия не имеет, что такое НАТО, и вообще, откуда оно пошло, какие принципы, то есть, вообще, если вы хотите до него донести какую-то мысль, нужно ее облекать, ну, какую-нибудь занимательную историю, анекдотец какой-нибудь, ну, или вообще какую-то легкую, такую ненавязчивую историю, и туда вкраплять какие-нибудь нужные информационные мысли, потому что, если ему рассказывать вот по существу вопрос сложный, он не слушает, ему тяжело, он испытывает затруднения мыслительного процесса, он не читает документы, если они там больше двух абзацев, кстати, поэтому, если вы заметите, наша петиция состоит всего из двух абзацев, правда, она не для него, но, зная тенденцию в американском правительстве, да, в любом другом, мы вот подготовили такую, как это надо. Короче говоря, человек невежественный, он понятия не имел, когда он рассказывал о пятой статье, о том, что же мы будем защищать кого-то, кто не хочет платить деньги за собственную защиту, и толпа невежественных реднеков, как это писал поэт, кричала, кричали женщины, ура, и в воздух чепчики бросали, живела толпа от восторга, не зная, что пятая статья НАТО была в истории этой организации, применена один только раз, и случилось это 12 сентября 21-го года, после 9-11, когда террористы совершили теракты в Соединенных Штатах Америки, и на следующий день НАТО ввела пятую статью в действие для того, чтобы помочь Соединенным Штатам Америки, и с тех пор огромное количество стран, членов НАТО, а Украина и даже Грузия там, по-моему, была не члена, просто союзники из, так сказать, добрых побуждений, принимали участие на основании пятой статьи хартии НАТО на стороне американцев в войнах в Ираке, в Афганистане, которая закончилась совсем недавно, то есть, в 20 лет другие страны НАТО и даже не страны НАТО воевали на основании пятой статьи Конституции Соединенных Штатов Америки. Поэтому оранжему Донни не стоило бы кричать о том, какие большие затраты несут Соединенные Штаты Америки, как они много жертвуют для оказания помощи другим по пятой статье, потому что до сих пор по пятой статье оказывали помощи американцам, а не каких-либо другим странам. Ну и все остальное такое прочее. Некоторые аналитики, опять-таки, прослушивал в последнее время много разных телепередач, подкастов и так далее. Люди начинают следовать за нами с вами и пытаться связать несколько разродительных событий, чтобы получить полную картину. И вот как картина получается на настоящий день. Полет малыша Карлсона и встреча с Кремлевской бледной Моллю, где Путин заявил, что никто не спасет Украину, все, с Украиной все ясно, все понятно, где он провозгласил, что в начале Второй мировой войны, вообще в развязывании виновата Польша, поскольку Анаде неправильно отреагировала на справедливую просьбу Гитлера дать ему возможность создать Данцигский коридор, то есть дать свободный проход через территорию Польши к Данцигу. Ну и так получалось, что он гитлереныш сравнил себя с Гитлером. Типа он же параллель проводил, я же тоже попытался вежливо Украины попросить кусок ее территории. Она так ответила, как Польша в 1939 году, ну куда ж мне деваться было. Вот, значит, после этого выступает Трамп в Южной Каролине, где он заявляет, помимо всего прочего, что если какая-то страна не платит и она не платежеспособна для, значит, того, чтобы платить за свою защиту, чтобы Америка защищала, то он Путину скажет, нападай, делай с ней все, что угодно. Затем буквально, вот, это было вчера или позавчера, сенатор Рон Джонсон, выступая в штате Висконсин на каком-то крайне правом, да, вот эти все сторонники трамписта, это люди, которые принадлежат крайне правым группировками, силам, значит, он заявил, что Соединенные Штаты должны поменять свой принцип подхода, как он говорит, конфликту в Украине. Нашим принципом должно быть, что Путин не может проиграть, сказал Рон Джонсон, вот так. То есть, это тоже вызвало буря возмущений, то есть, вот такие негодяи из вот этого крайне правого крыла, на который, который откололась фактически от традиционной республиканской партии, вот так они торгуют чужими территориями, сидя у себя в стране. Здесь, кстати, аналитики обращают внимание еще одно, на невежественность, опять, это тема невежества, невежества прежде всего Трампа и тех, кто за ним следует. Вот фактически основная линия во внешней политике Трампа это изоляционизм. Но если посмотреть, к чему это привело с начала 20 века, получается, интересная картина. Америка долго не хотела вступать в Первую мировую войну, ну, потому что по большому счету не было никакого интереса, но в конце концов умный человек, профессор Уильсон решил, что надо. Америка вступила в войну и как раз уже конец войне, то есть, последняя капля или последняя соломинка, которая перебила хребет Германии и Австро-Венгрии. После этого при помощи того же Гудро Уильсона, все-таки умный человек был, была создана Лига наций и все, Америка создала Лигу наций для европейцев. Вот там вы играетесь, типа большая песочница, решайте свои вопросы, а мы умыли руки и смотались. Эпоха изоляционизма. То есть, чуть-чуть всплеск был помощи, понятия, понимания, что Европа нужна по заре с Америки. Но потом изоляционизм, ушли обратно, ну, и это все закончилось 30-м годами. Потом то, что началось в Германии, выплеснулось Соединенные Штаты Америки, я не знаю, многие ли знают, что где-то примерно с 34-го, 35-го в Германии была достаточно мощная нацистская партия, которая называлась Германо-американский бунт. Он состоял, в основном, костяк составлял это эмигранты из Германии, ну, полные, даже внешне, все атрибуты, нацисты. и накануне, буквально накануне Второй мировой войны, они проводили, устроили большой шабаш в крупнейшем помещении Нью-Йорка. Это арена называется, Мэдисон Сквэр Гарден. Ну вот, то есть, был нацизм, был нацизм, правда, они тут же растворились, как только Америка вступила в войну. Потом, после Второй мировой войны, еще была отрыжка нацизма в этой стране, даже в штате Виржиния, в Арлинтоне была образована наципартия и так далее. Но, что интересно, вот смотрите, войны в 20 веке, Первая мировая война, ну, была какая-то причина, да, во-первых, убили эрцгерцога. Германия накопила силы, взлет экономики страны, она хотела место под солнцем, ну, и вот, это привело к Первой мировой войне. Вторая мировая война, Вторая мировая война, по большому счету, причина была в Версальском мире, то есть, это грабительский мир, который большинство горманского народа не могло вынести буквально, в стране был голод, но на чем и пришли к власти нацисты. То есть, опять-таки, были какие-то глубинные причины сейчас же в Соединенных Штатах. Экономика, это первая экономика мира по восстановлению ковида, после ковида, по всем показателям. То есть, экономика процветает, лучшей экономики, динамики нету ни в одной стране мира, поэтому жаловаться тут народ просто оболчевает. Откуда вот эти вопли о том, что плохо живется? То есть, каждый день показатели на бирже, они бьют в потолок, как пробки шампанского. Каждый день рекорды бьют. Такого не было при Трампе. Рассказы о том, что мы нефть будем качать, то есть, при Байдене нефть начали качать, страна вырвалась далеко вперед на первое место, и тысячи выданных лицензий на добычу газа, нефти сейчас, они просто не используются по экономическим каким-то соображениям. То есть, уже желающих уже меньше, чем выданных лицензий. То есть, нету ничего вот того, какого-то напряжения в обществе, из-за которого раньше начинались войны. Есть какое-то, вот с моей точки зрения, помутнение, помутнение сознания или психологии значительной части населения, в результате которой они выбрали ну, гопника. Так, по большому счёту гопника. Ладно, там, в России заставили, деваться некуда было. Поставили, сказали, вот он ваш теперь. А тут же, тут что происходит? В общем, фантастическая, короче говоря, ситуация. И она, вот если она дальше пойдёт и приведёт к логическому, так сказать, завершению, то это будет уникальный случай в истории, и историки там через 200-300 лет или тысячу лет, если земля ещё будет существовать, будут чесать себя репу и не понимать, как это произошло, из-за чего. То есть, мы знаем о фактическом существовании оси Москва, Пекин, ну, Пекин так себе, он пока держится в стороне, но тем не менее, потенциально, тем, Пиньян, Тегеран, и вот сюда же рвётся Трамп. То есть, у него нету какой-то там связной экономической программы, которую бы он предлагал, чтобы повысить экономическое развитие страны, там, уровень жизни народа, ну, просто нету ничего, кроме того, что я буду, дам разрешение, копайте, копайте дырки для добычи нефти и газа где угодно. Это, естественно, это не программа. То есть, у него нету никаких программ, кроме одной, он будет сильным руководителем. Нафига Америке значительной части населения так называемый сильный руководитель, а зачем он нужен сильный руководитель? Он объясняет это, он будет мстить тем, кто его преследовал. Но то же самое, вы понимаете, вот ещё психология, где у них сходится этих двух гопников. Вот если послушать Путина, он всё время говорит о том, как Россию кто-то обижает, мифически обижает кто-то мифический. Трамп всем рассказывает о том, что кто-то как-то его не так назвал, не так повёл. Короче говоря, тоже личная обида. И вот два одиночества, два гопника обиженных, и вот это всё замутили. Я вам скажу, господа, что в этой ситуации Украина, она превращается в последнюю надежду мировой цивилизации. Она и Европа должны выстоять. И для этого есть все основания. По поводу нашего, нашей петиции. Сегодня Госдепартамент выступил с заявлением, согласно которому Соединённые Штаты поддержат любые действия западных союзников, которые будут использовать замороженные деньги Российского Центробанка для оказания помощи Украине. Что здесь имеется в виду? Вот 300 миллиардов лежат, они же находятся в обороте, их передают банкам, банки выдают кредиты, инвестиции и так далее. На этом зарабатывают какие-то деньги. Вот эти деньги и собирается Госдеп согласен передать Украине. Но по большому счёту это капля, это слёзы. За прошлый год Бельгия, Бельгия, которая держит львинную долю вот этих активов из 300 миллиардов, там более 200, находятся в Бельгии в компании, это банк, держатель их, который называется Euro Clearance, по-моему, так. Это, ну, это ничто фактически. А вот тот закон, который мы просим принять незамедлительно, РЭПО, то есть, этот закон позволит разомороженные активы арестовать фактически или конфисковать и полностью, ну, не сразу, там, в один, в одну транзакцию, а более-менее какой-то сжатый период времени передать Украине на нужды обороны и на нужды восстановления. То есть, это разные вещи. Но, тем не менее, тем не менее, я вам расскажу в последующих видео о тех серьёзных мероприятиях по восстановлению ВПК стран Европы, причём форсированными темпами, которые могут в перспективе, скажем так, вот, начиная с 25-го года в значительной степени заместить те оружия, ту военную помощь, которая шла до сих пор Соединённые Штаты в Америке. Но до этих времён, то есть, до начала 25-го года надо дожить, и поэтому срочно необходимы деньги вот прямо сейчас. Вот этому и признану, призван достичь нашей петиции, чтобы побудить правительство и Конгресс США принять этот закон. В принципе, значит, этот законопроект прошёл уже утверждение в Комитете по иностранным делам Сената. До сих пор каких-то принципиальных возражений против него нет, есть возможность, что его нет, у них нет этих возражений, потому что до Трампа ещё не дошло, что есть такая возможность, и она может быть использована для Украины, то есть против его хозяина Путина, а может быть и нет. Но тем не менее, пока что вот этот Трепо, он встречает, ну, практически серьёзного сопротивления, он до сих пор не встречал, и есть варианты, что он может быть принят достаточно быстро, ну, в период, скажем так, может быть полмесяца, может быть месяц. И этого будет достаточно, для того, чтобы потом уже спокойнее сидеть и ждать, как будет проходить голосование по вопросу о этих 60 миллиардах в Украине. Вот что, дорогие друзья, я вам хотел рассказать на настоящий момент. Надо мобилизоваться, не надо предаваться отчаянию, то есть этому отчаянию можно предаться в любой момент, когда уже терять нечего. Сейчас надо мобилизоваться и биться до конца. Вот посмотрите, сенаторы, Митч Макконнелл, 81 год, к Украине никогда не имел никакого отношения, но мог бы сказать, да ладно, ребята, пойду-ка я домой к жене, жена у него молодая, китаянка, вернее, по сравнению с ней молодая, естественно, симпатичная, зачем я буду здесь торчать целую ночь и ушел бы. Нет, он как как рысак боролся, сколачивал эти голоса и я думаю, что он делал это, имея в виду, что это дело так просто не закончится принятием законопроекта только в Сенате, есть у него какой-то план по поводу Палаты представителей. То есть наши друзья в Конгрессе Соединенных Штатов Америки борются до последнего свистка, поэтому давайте мобилизуемся и сделаем то, что мы можем сделать. Есть люди, которые сейчас защищают Украину в траншеях, в окопах, в ужасных условиях, а мы нажмем несколько раз на нужные клавиши и выполним свою работу. И может, она будет не менее важной, чем та работа, которую выполняют другие на своих рабочих местах. Вот на этом позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит и победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok